МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родина есть Родина. Наши победы – это победы нашего города. Вот я для этого и работаю. Я… ну, коренная вещь мне в Обске нравится. Он очень добрый человек, очень энергичный человек. Человек, который не бросает слова на ветер. Внимательный и требовательный. Ну, Валерий Петрович – человек слова. Вот он сказал, то есть он сделал. Валерий Пуртов – заслуженный тренер Российской Федерации, чемпион России, мастер спорта, старший тренер паралимпийской сборной страны по шпаге, двукратный победитель первенства юниоров СССР – Парапирин. Вы знаете, я с 80-го по 90-й год работал со сборной командой фехтовальщиков в России. Вот тогда меня приглашали, поскольку ученики были в сборной команде. Ну, все же мне не захотелось уезжать из Обска. Ну, а теперь тем более. У меня там и сыновья, и внуки, и все там, все мое там. Бобска. Я сначала работал тренером сборной России. После этого, вот когда началась и перестройка, и тяжелые времена, меня Федерация фехтования России попросила стать директором детской спортивной школы, чтобы она не развалилась, потому что хорошие традиции в Омске, сильные фехтовальщики были. Вот чтобы все сохранить, меня попросили стать директором. Я работал директором 12 лет, пока не перешел работать с паралимпийцами. А ровно 10 лет назад, в 2009 году, в сентябре начали тренироваться, просто сидя на стуле учились фехтовать. Потому что это же дорогостоящее оборудование, надо примести, установить, это все очень большая организационная работа. Я когда-то давно, я относился к соревнованиям для инвалидов, это лучше им физкультурой надо заниматься, да какие соревнования. Но когда я посмотрел, как они соревнуются, я побывал в Уфе, и там провели авторалли на инвалидных машинах. Я посмотрел, это такие смелые, бесстрашные люди и так рвутся к победе, что мне очень это понравилось, и я решил заняться там же в Уфе, посмотри, как паралимпийцы фехтуют, и заняться паралимпийским фехтованием. И я вот как раз один год потратил, выезжал на соревнования, посмотрел, какое оборудование, где его купить, как тренируются, какие люди должны быть, кого подобрать, кому подходит фехтование, кому-то, может, не подходит. Составил программу для себя подготовки спортсменов. По тем программам, которые были написаны раньше, это надо было ждать результата лет 7-8. А мы начали со второго года побеждать. Чемпионы мира, ребята, чемпионы Европы. Это лечили на лидирующих позициях в России. То, что у нас появились результаты так стремительно, это было и то, что ребята были, настоящие бойцы собрались, и очень много сделала для нас межгосударственная корпорация развития. Вот без их помощи не получилось бы такого быстрого результата. Надо сказать, что с паралимпийцами очень много приходится делать то, что обычно не принято в спорте. Здесь очень много организационной, технической работы. И просто даже поддержка, организация сама их тренировок очень сложная вещь. Все дело в том, что колясочник, как он должен доехать до тренировок? Одна проблема. Надо организовать так, чтобы ребята могли и учиться, или работать, и тренироваться. Здесь очень много проблем, которые надо с ребятами решать. А главное, у них-то есть это большое, огромное желание и тренироваться, и побеждать, и жить по-человечески. Мы понимаем, что жизнь, она на самом деле у нас одна, она прекрасна. У нас самое хорошее дело, которым только можно заниматься. Наш спорт. Нам некогда не грустить, не огорчаться по какому-то поводу. У нас много работы. Российское фехтование быстрейшими темпами двигается. Первые соревнования, где российские фехтовальщики, участвовали в Пекинской Олимпиаде в 2008 году. Не повезло нам немножко. Мы были все четвертые места. Вот рядом с медалью на четвертое место, четвертое место. Но после Лондона мы уже неоднократно стали и чемпионом мира, и в личных соревнованиях, и в командных соревнованиях. То есть ребята набрали опыта, возмужали и стали побеждать. Сейчас шпажная команда вот уже последние три года не проигрывает ни одной встречи. В команде по шпаге три амича и один новосибирец. Вот наша мужская команда. Это имидж города. Мы, в общем-то, я коренной амич, и мы и любим свой город, и гордимся, и наши победы, это победы нашего города. Мы для этого, вот я для этого и работаю. Родина есть Родина. Ребята все за Чистемска всегда бьются. Подбор людей главное. Ну и мы тренировались 9-10 тренировок в неделю. Вы знаете, когда я начинал, встречался с ребятами, с разными. Два парня, они друг друга не знают. Окончили школу одному 17, другому 18 лет. Я их приглашаю заняться спортом. Говорю, приходите, будем тренироваться, у вас будет интерес в жизни. Они, нет, оба как говорились, нет. А что вы хотите делать? Ничего не хотите. А что вы делаете? Ну, сидим, вот телевизор смотрим. Вот и вся жизнь. Их очень тяжело расшевелить. Им просто по жизни уже больше ничего не надо. Мама, папа кормят, пенсию им платят, и больше ничего не надо. Все, жизнь у них закончилась. А есть и другие. Просто в моей жизни Валерий Петрович, можно сказать, поменял судьбу. Потому что он мне предложил, я же вообще житель Барнаула, жил Барнауле, он предложил мне переехать в Омск и начать заниматься, тренироваться, заниматься фитованием. Вот благодаря Валере Петровичу, можно сказать, я изменил свою жизнь. Попал в сборную команду. У него действительно можно очень много чему научиться. как и интересным приемом, так и отношением к жизни. Я ни разу, по сути, не видел за все годы, которые мы с ним работаем, чтобы он как-то упал духом, или как-то расстроен. Он всегда верит в победу, он всегда старается для него очень сильно. И по жизни он очень большой оптимист. Так что не надо бояться коляски. Фехтование – очень разносторонний вид спорта. И развивает интеллектуально, потому что иногда сравнивают фехтование как быстрые шахматы. И развивает реакцию, подвижность, скорость мышления. У нас сложный координационный вид спорта, поэтому развивает и координацию, и реакцию. У нас младшей границы нет с юношеской. Но все зависит от того, насколько ребенок готов физически заниматься фехтованием. Потому что все же оружие тяжелое, у нас нет специального детского оружия. То есть начинают уже лет с 11-12, можно приступать. С каждым индивидуально. У ребят разные травмы, разная степень инвалидности. И приходится, надо делать индивидуальные программы. Так вот, как есть индивидуальная программа реабилитации, так у нас нужна еще индивидуальная программа развития физических качеств. Берем всех. Всех. Единственное, что у нас должен быть спортивный режим обязательно. Такая внутренняя дисциплина. То есть у нас исключено нарушение спортивного режима. Я сам вот не курю, и что вы еще курящий, я просто не люблю. Он сказал, приходим на тренировку вовремя все. То есть если опоздал, он может и поругать, если мы себя хорошо ведем, показываем. То есть тоже похвалить можно за это. Но это очень, как бы, редко бывает. В мире мы, наши тренеры, пользуемся уважением, как специалисты хорошие. Вот, когда я начинал международный союзник, у меня сначала маэстро, маэстро, а теперь уже маэстро. Это международные, иностранные специалисты. Так что мы готовимся к Олимпиаде. В этом году мы готовимся еще у нас к чемпионат мира. Тренер, он, если он будет жить отдельно сам по себе, он не будет понимать, что внутри творится, как ребята растут, какие их интересы. На поезде очень часто вместе едем, беседуем, какой-то присуткой можем разговаривать. Разные темы. От охоты до рыбалки, там, не знаю, то есть все, что угодно обсуждаем. Очень хорошо сближает еще, кроме работы, еще и совместный отдых. На берег делать мясо, смотреть на природу, готовить. Обязательно мы и отдыхаем вместе. Ну и сами, как правило, тренеры – это бывшие спортсмены, и неохота уходить из этой жизни. Так что мы живем одной жизнью. У нас, мне кажется, уже за все эти годы отношения не только что к жизни, спорт, у нас уже просто дружба. Ну, это скорее похоже на большую семью. Я всю жизнь занимаюсь тренерской работой. Вы знаете, я никогда ни раньше не думал, вот мне исполнилось 70 лет, это такие старики уже древние. Я говорю, а вчера проснулся, и оказывается, ничего не поменялось. Надо так же идти на работу, надо встречаться с командой, надо готовиться к чемпионату, надо, наконец-то, нам победить на Паралимпиаде в Токио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова